Когда интервью у тебя брали, путаешь ты все, дед старый стал. Вот так с юмором и подтрунивая друг над другом, читая Зигман, встретит бриллиантовую свадьбу 20 января. Супруге вместе уже 60 лет. Антонине Ивановне 83 года. Родилась она в Ульяновске. Окончила автомеханический техникум и устроилась на моторно-ремонтный завод. Сейчас это автокомпонент. Проработала там 44 года и ушла на пенсию. Начинала с формовщицы и доросла до старшего экономиста. А я в районе родился. Это, понаехали. Да. Вот это Мелькесовый район, село Булловка. Вот я там закончил 7 классов, получил паспорт и приехал сюда поступать вот в автомеханический. Он тогда радиотехнический был техникум. Но встретил любовь всей своей жизни 83-летний Владимир Палович не в колледже, а уже на заводе. До службы в Куйбышеве еще молодой Вова успел потрудиться на предприятии, где работала Тоня. После армии он вернулся на Ульяновский завод. А свел молодых тогда. Комсомол. Ну и получилась общая интереса, общая заинтересованность. Вместе, значит, дежурить ходили, вместе всякие вечера устраивали. У нас сейчас тогда были молодежные вечера. Познакомились где-то ближе к октябрьским праздникам. Так, тут наплыв как раз комсомольской работы, оформление колонны праздничной на демонстрацию. Дружба переросла в любовь и семью. 20 января 1962 года, будучи 24-летними молодыми людьми, они поженились. Свадьба прошла скромно, но в кругу самых близких и родных. Организовать праздник также помогали товарищи-комсомольцы. Владимир Палович признается, что полюбил свою Тоню за длинные волосы. А молодую девушку парень привлек своей надежностью. Хотя коллеги по цеху считали его хулиганом. В день свадьбы этот самый свидетель-то как волнуется, а он все дома и дома. Он приходит к нему в комнату и говорит, Вовка, ты как поедешь? Кто-нибудь затонет, на чем поедешь? На трамвае. На чем я поеду? Он говорит, ты чего? Время-то уж сколько. Я сейчас конкретно не знаю уж во сколько мы регистрировались. Ну и вот вызвал такси. Привез его туда, к нам на такси. Антонина Ивановна и Владимир Палович все делали вместе. Зарабатывали, получали долгожданную квартиру, воспитывали и растили единственного сына. Никогда не скучали. Вдвоем ездили на море, отдыхали в санаториях. Без ссор тоже не обошлось. Совсем гладко тоже не было. Как во всех семьях. Но у нас хватило, как я хочу сказать, взаимопонимания, взаимоуважения друг к другу. Все это сохранить и оставить семью до сих пор. Ну как не ссориться. До сих пор я голосую за коммунистов, а она за демократов. Семья одна. Ну, непорядок. Но главный секрет счастливой семейной жизни, по мнению супругов Зигман, не искать, кто в доме хозяин. Ну, тут просто. Во-первых, не выкобениваться. Да, быть проще. И второе, да ну уважать, наверное, друг друга. Уважать, не искать, кто в доме хозяин. Супруги Зигман воспитали сына, внука и внучку. С нетерпением ждут, когда их порадуют правнуками. Свою золотую свадьбу 50 лет брака отметили с размахом. Бриллиантовую отпразднуют скромно, по-семейному. Телеканал «Уллправда» поздравляет супругов с памятной датой и желает им крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Уллправда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok